Виталий, друзья! Слава Господу Христу! Здесь есть Украина. Здесь есть Киев, здесь есть Троещина. Здесь есть Троещина. Здесь есть церковь подяков. Стрит Евангелия. Уличное ослабление, друзья. Слава Господу! Я на початку Троещины. Покажу ДАЕ. Вот такая миссия. Троещина. Белепарка, что без гработовав Клочко. Слава Господу! Служение! Слава Господу! Стрит Евангелия! Слава Суду Христу, друзья! Настраиваем эфир! Настраиваем эфир! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Стрит Евангелия! Служение 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 во Фрагментах Икры rok Он во многих жителях canonical retired Калибнул Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Бологорск, это очень важно вас сейчас, друзья, обратиться к Богу. А где вы здесь? В Дозако 53. 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 На-Нако 53. В Дозако 53. В Дозако 53. В Дозако 53. И за себя, и за близких, батьков, друзей, оточения, молиться за нашу страну, нашу владу, молиться, чтобы наши близкие с фронта повернулись живыми, чтобы Господь нас благословил, чтобы мы свои территории повернули, чтобы война наконец-то закончилась. Нужно молиться, чтобы чаши молотовні наполнились. Это очень важно. Каждый может вернуться к Богу, но нужно это делать через сердце. То есть не просто устами, потому что когда мы говорим устами, а сердце наше десь подальше, то таки Бог не слышит. А когда мы свои слова, что мы говорим до Господа, мы пропускаем через сердце, то это еще развернение, и таки Господь бачит, таки Господь слышит. Слава Господу! Меня зовут Евген, я пастор Церкви Подяка, друзья, из Троящины. Мы собираемся с адресой Базака 63, это наприкінці Троящины, каждую неделю, 6 вечера. У всеми у нас прямой эфир на Фейсбуке, також есть страница на Ютубе, можете заходить до нас в социальных мережах. Мы служим в Киеве, это Украина, також служим в Африце, в Кении, служим Филиппинам, и это Азия, Океания. Слава Господу, друзья, для Божьего Евангелия нема кордонями, велика Божья Родина по всему свете. И вы також можете стать ее частиною, и это возможно через Богом примирение. Когда человек с Богом примирается, она получает Духа Святого, и когда Дух Святого входит в сердце человека, и имя записывается в книге Жития, это очень важно. Это возможно, это небесное гражданство, наиболее гражданство Всесвяти, получать Духа Святого. Когда имя записывается в книге Жития, в книге Жития, это возможно через Богом примирение. Это будет, друзья, впереди великий суд, и Господь будет судить все людство за вчинки, кто с Богом примирился, Духа Святого в сердце отримал, кто будет с ним в вечности, а кто больше возлюбил неправду, коррупцию, разграбто будет в пекле. Но Господь желает, чтобы все были с ним, чтобы никто до пекла не потрапил, и этого возможно минуть с Богом примирившись через такие слова. Господь, я людина грешная какая-то, прости мои грехи, поведи в мое сердце Духом Святым, а мой меня своей святой кровью, дух, душу и тело, и будь моим Богом и спасителем, и имя ця Сына и Духа Святого. Аминь. Вот такие слова, друзья. Но нужно сказать от сердца, чтобы они через сердце проходили широко, быть широкими людьми с Господом, с Богом, и тогда вы отримаете Духа Святого, и будете частью Божьего народа, особенно народа, мы граждане Божьего Царства, Божьей государственности, друзья. Это самое высшее гражданство Всесвятого, высшее, чем гражданство земное. Слава Господу, я буду сьогодні читати Боже Слово из книги порока Яремии, 18-го розділу, друзья. Это Боже Слово. Пожелую я щодо того зла, який думал, чинить ему. А часом кажу про народ и про царство, чтобы его строить и посадить. А как он сделает зле в моих хачах, чтобы не слушаться моего голоса, то пожелую щодо того добра, про який говорил, что чинить его. Аминь, друзья. Мы видим, что Слово Божьего, как Господь каже про эти важные, которые влияют на судьбу, на долю людей и целого народа, и целой Украины. Это когда люди, когда у них в сердцах зло, и они думают о злом, и также действуют, и делают зло, когда у них в сердцах зло, и такие как Господь бачить. И поэтому это очень важные уважения, которые влияют на долю людей. Про это каже нам Господь, чтобы мы могли в этом понимать. Я часто скажу про народ и про царство, чтобы вырвать его, чтобы разбить и выгубить. А когда этот народ, чтобы о нем сказал, я повернусь от своего зла, то пожелую я щодо того зла, я думал, чинить ему. А часто говорю про народ и про царство, чтобы строить и посадить. А як он сделать зло в моих хачах, чтобы не слушаться моего голоса, то пожелую щодо того добра, про який говорил, что вчинюю я его. Тобто циважили у судьбы, циважили у сердца людей, у сердца людей, у сердца народа. Циважили, которые влияют на долю людей и целой Украины, целого народа. И мы видим это в Божьем слове. Про это говорит нам Господь, что это важные в наших сердцах. Что в наших сердцах это очень важные важные, которые влияют на нашу долю, друзья. Бо коли в сердцах зле, тогда и злые справы. Тогда коррупция, обман, все еще долго не угодно. А когда в сердцах добро, тогда добрые справы. И тогда Господь благословляет. Тобто циважили в нашем сердце. Аминь, друзья. Это Божья правда. Меня зовут Евген. Я пастор в церкви Подняка. Зимой брат Виктор. Сегодня мы служим на початку Троещины. Слава Господу. Мы собираемся за адресом Базака 63. Это наприкінці Троещины. Каждую неделю, 6 вечера. По всем у нас прямой эфир на Фейсбуке. Сторинка Церков Благодарения. Также у нас есть сторинка на Ютубе. Можете до нас заходити в социальных мережах. Мы служим в Киеве, в Украине. Служим в Африце, в Кении. Служим также Филиппинам. Это Азия, Кианя. Это Божья Евангелие. Мы великая Божья родина по всему свете. Вы также можете стать ее частью. Но это не только возможно через с Богом примирение. Когда человек примирается с Богом, то она держит сердце Духа Святого. И тогда имя записывается в книге Житая. Это такие Божьи реестри. Духовные реестри. И это самое высшее гражданство. Божье гражданство. Будет частью Божьего Царства. И такое возможно только через Богом примирения. Я хочу сказать еще, что Господь нас возлюбил. И всю любовь до нас Он доказал на кресте Голгофе, друзья. Взявши все наши грехи на себя. Он помер. Один третий воскрес. Вознесся на небо. Возьмите пославши до нас Духа Святого. И Дух Святой сейчас с нами, друзья. Его сила не сократилась. И у нас сейчас Господь дает свободу от наркотика, курьего, лесбиянства, гомосексуализма, порнографии, курения, анализма. Такого не потреба. Только нужно до Бога обратиться. Також сила Божья не сократилась давать силы от порога. Только нужно щиро до Господа обратиться. То будет вперед еще великий суд, друзья. И Господь будет судить все людство за вчинки. Кто с Богом примирился, Дух Святого в сердце отримал, кто будет с Ним в вечности. А кто больше возлюбил неправду, коррупцию, разграбто будет в пекле. Но Господь желает, чтобы все были с Ним, чтобы никто до пекла не потрапил. И это может быть минутой через примирение с Богом, через такие слова. Господь, я людина грешная какая-то, прости мои грехи. Поведи в мое сердце Духом Святым. Амой меня своей святою кровью. Дух, душу и тело. Та будь моим Богом и спасителем, в имя Ця Сына и Духа Святого. Аминь. Слава Господу, друзья. То есть такие простые слова люди примируются с Богом. Но нужно сказать их через сердце, чтобы каждое слово проходило через сердце. Потому что когда мы говорим, что там сердце нас в другом месте, то такое Господь не слышит. Надо, чтобы наши слова были щиры. А то есть они щиры, когда они через сердце проходят. И так надо молиться до Господа, обратиться. Особенно сейчас. Чтобы нашу перемогу прискорить, друзья. Чтобы она была скорейше. А Богу дякувать за дух перемоги. И ту благодать, которую Господь дав в нашей стране в эти скрутные часы. Мы видим действие. Мы видим действие благодать. У поддержки нашей страны и outras странами. У поддержки войсковой, гуманитарной, финансовой и другим заходами. Треба в своем сердце держать веру в эту перемогу и действовать, что нам по силам, и очень важно нам молиться до Господа, чтобы наполнивать молотовные чаши, друзья, это очень важно, и Господь будет видеть наши сердца, наши прагнания, слава Господу, друзья, я буду далее читать из Божьего Слова. Каждый миг ты должен помнить о том, что заработать спасение невозможно. Каждый миг ты должен помнить о жертве Иисуса Христа. Слава Господу, друзья, мне назвать Евген, я пастор, сколько подяка. И сейчас скажу Божье Слово, скажу про Божьи уважили, яких впливают на долю Украины, люди, на силу народа. То есть уважили, нам говорит Господь о Божьем Слове. И сейчас я буду читать такой приклад о доле силы народа. И было Господне Слово до Йоне, вдруг это такое. Устань иди до Ниневии, великого города, проповедуй на него это слово, что я говорил бы тебе. И он вставить и шел до Ниневии за Господним Словом. А Ниневия была великая-превеликая, на три дня ходил. И начал он ходить по месту на один день ходил и проповедовал. И сказал, что 40 дней и Ниневия будет разрушена. И Ниневии верили в Бога, и голосовали пест, и посадили верить от большего из них до меньшего. И пришло это слово до царя Ниневии. И он устав из своего трона, и скинул плаща своего себя, и покорился веретою, и сел на пополе. И он уставил вкликнуть и сказать в Ниневии из наказа царя и его вельмож, говорящий, что нехай не покоштуют ничего, а не людина, а не худоба. Ходоба великая, или худоба великая, или худоба великая. И нехай они не пасутся, и нехай не пьют воду. И нехай покрываются веретами. Та и людина, та и худоба. И нехай сильно кличут до Бога. И нехай каждый вернет свою дорогу и насильство, что в их руках. Кто знает, может Бог обернется и пожалует, и отвернется с жару гневу своего, и мы не погинем. И побачил Бог их нечинки, что свернул из своей злой дороги. И пожаловал Бог, что тут такое лихо, про которое говорил, что им учинить. И не учинив. Аминь, друзья. Это Боже слово. Это книга пророка Йони. Мы видим тут, в этом примере, в доле этого народа Ниневитян. Бог дав им попереджения. И они Бога почули и вернулись от своих злых справ в своих делах, в своем сердце, в своих думках и в чинках. И мы видим эти изменения в их жизни. Мы видим все в своем слове. И побачил Бог их нечинки. Что я вернул из своей злой дороги и пожаловал, что им учинить. И не учинив. Аминь, друзья. Слава Господу. То есть сердце людей, оно впливает на их долю. То, что у людей в сердце, это впливает на их долю. И когда у сердца зло, то тогда будет зло и в их справах. И это будет впливать на их долю. А когда у сердца угодны Богу правда и любовь, то через это будет благословение. То есть сердце человека, оно впливает на их долю. И про это говорит Боже Слово. И побачил Бог их нечинки, что вернул из своей злой дороги. И пожаловал Бог еще до такого лиха, про который говорил, что им учинить. И не учинив. Так и есть, друзья. Слава Господу. То есть когда мы каяемся и возвращаемся из своей злой дороги в своем сердце, в своих думках, в своих действиях, то это будет впливать на долю такого человека. Аминь, друзья. Слава Господу. За Богу слава. Вы поспитали, там люди собрались пойти, получается. Да, и там людей вот такие, как я. А будут целых шорстые и бедочат. Ну, это не 300 метров. Понятно, понятно. Слава Господу, друзья. Слава Иисусу Христу. Церковь Падьяка. Сегодня мы говорим Боже Слово, друзья. Проповедуем на початку Троещины. Бог нас любит, друзья. Бог любит Украину. Бог выбрал наш народ и дия, и дал нам духа перемоги и благодать нашему народу. Мы видим действие благодать у поддержки нашей Украины и другими странами. У поддержки військовой, финансовой, гуманитарной. Слава Господу за это. Тобто, нужно держать это все в своем сердце. Держать эту перемогу, веру держать и действовать. И Господь так же даёт мудрость. Даёт мудрость, друзья. И когда мы принимаем эту мудрость от Господа, и арестуемся с Гитлой Падьями, что и настановывает, то таки приходит благословение. Аминь, друзья. Слава Господу. Буду залечитать из Божьего Слова. Добрый день. Добрый день. Как ваши справа? Проповедуете? Да? Скиньте мне ссылку. Скиньте ссылку мне ваше служение. Молодцы. Скиньте сломыли. Молодцы. Треба чтоб широко это было. Скиньте сломыли. Недобры. Угу. 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 Неудачно. А таки умеется. Давай- coisa. А-та-та! О-о-о-о-о-о. Слышь! Глазно! Глазно! Доброе, 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 хорошо. Слава Господу, друзья, церковь подяка, мы продолжаем служение. Зараз я говорю про особенные важели, которые влияют на долю людей, страны, целого народа. И эти важели, это они, эти важели в сердцах. И про это говорит Божье Слово, я читаю с Божьего Слово про эти важели, чтобы мы имели про это понимание. И зараз я буду сказать из книги про Каосии, четвертой главы. Послухайте слово Господнего, Израилевы сыны. Бо Господь мает приют измешканцем земными, бо нема на земле ни правды, ни милости, ни богопезнания, клянуть, а неправду говорить. И убивают, и крадут, и чинить перилюк, и поставили насильниками, и кровь дотворкается крови. Аминь, друзья. Клянуть, тобто матеряться, клянуть, и неправду говорить. И убивают, и крадут, и чинить перилюк, и оставили насильниками, и кровь дотворкается крови. То есть это важели, вот их впливают, друзья. И нужно иметь в этом понимание, чтобы правильно действовать, правильно жить, друзья. Слава Господу, хочу сказать, что Господь нас любит. Він все любовь до нас, Він доказал на кресте Голгофы, взявши все наши грехи на себя. Він помер. Вот день третий воскрес, вознесся на небо, злитый пославши до нас Духа Святого. Дух Святый зараз нами. Его сила не скоротилась, и у нас сейчас Господь даёт свободу от наркотика, курьего, лезвиянства, гомосоциализма, порнографии, аналізма, сквернословия, куриня, алкоголизма, коррупции, всякого не потреба. У всякой залежности Господь даёт свободу Духам Святым. Також сила Божия не скоротилась давать ссиление от паров. Только нужно до Бога обратиться, вечерого сердца, молиться. Особливо сейчас, друзья, когда у нас война идёт, чтобы она, скорее всего, закинчилась, нужно молиться вечерого сердца. То есть, чтобы наши слова проходили через сердце. Когда мы говорим остаточном, а сердце наше где-то в другом месте, подаль, то таки Господь не слышит. А когда мы будем молиться все дружно, разом, и будем наповнювать молотовные часы на небе, то тогда, скорее всего, будет победа. И Господь, видя наши сердца, наше прагнение, то Он прискорит эту победу, друзья. Это возможно для Господа. Надо молиться, благословляться, дякувать Богу за все, дякувать Богу за победу, за духа победы, за поддержку. Молиться, чтобы Господь прискорил победу, чтобы наши друзья, родители, военные живыми, вернулись с фронта, чтобы мы, скорее всего, получили назад нашу территорию. Это возможно. И Господь может это прискорить, смотря на наши сердца. Я хочу сказать, что наша победа, она даст свободу народу России. То есть наша победа очень важна в истории и нашей стране и других странах. То есть нужно молиться и действовать нам под силу. А главное, это нужно подбавляться зла в наших сердцах. Это только возможно благодаря Божьему Духу. Божьего Духа. Божьем в нашем сердце. Потому что когда мы кладем в сердце божания, когда они Богу угодно, это божание, то Господь на это божание посылает силу. И тогда Господь... И тогда человек может это выполнить, когда есть Божья поддержка. Аминь, друзья, слава Господу. Меня зовут Евген. Мы в Украине служим в Африце, если бы не было неправду, коррупцию, раздраться будет в пекелі. Но Господь божает, чтобы все были с ним, чтобы никто до пекела не потрапил. И всего можно и уминуть. Через Богом примирение, через такие слова. Господь, я людно грешно, я каюсь, прости мои грехи. Поведи мое сердце Духом Святым. А мой мой на своей святою кровью, Дух, душу и тело. Та будь моим Богом и Спасителем, Димея, Ця, Сына и Духа Святого. Аминь. Слава Господу. Тобто, такие простые слова, но нужно сказать их от широго сердца. Когда мы говорим от широго, это через сердце, это так, как Господь слышит. Но, то есть, нужно сейчас молиться, особенно молиться до Господа, чтобы Господь победу прискорил, друзья. Это нам по силам молиться. Получайтесь, это молиться за Украину. Слава Господу, друзья. Я буду дали чеки с Божого слова, також. Слава Господу. Мене звати пастор Ревегиен, зі мною брат Віктор. Мы служим, скажем Божие слова по поводу Евангелия. Квечем, друзья. Мы собираемся за адресу Божиака 63, церковь, церковь, одяга каждую неделю 6 вечера. И теперь я говорю из Божьего слова про особливые важные, которые впливают на долю людины и целого народа, и целой Украины. Слава Господу, друзья. Слава Господу. Дуже важливо быть щирыми. С Господом, с Богом. С Богом примириться, друзья. Потому что будет великий суд. И Господь будет судить все людство за вчинки. И то Господа прийме, Духа Святого, он сердце отримает. То будет с Богом в вечности. А кто больше разлюбил неправду, коррупцию, разград, то будет в пекле. Но я желаю, чтобы все было с Ним. Чтобы никто до пекла не поправ. И всего можно уминути. С Богом примирившись через такие слова. Господь, я людина грешная, я каюсь, прости мои грехи. Увиди мое сердце Духом Святым. А мой мой на своей святою кровью, Дух, душу и тело. Та будь моим Богом и Спасителем в имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Отнаки кажучи простые слова, друзья, но надо сказать их в чири Его сердце. Тогда Господь так и чует. Когда мы говорим, что сердце наше десь подаль, то таки Господь не чует. Треба быть щирыми. А я дальше буду читать из Божьего Слово и из книги Зий Святых Апостолов. В 12 главе, друзья, это особенная история про царя Ирода. И это так же и у нас, в Украине. День Апостолов, Ирод, убрався в одежду царскую, неподвищені сів, та й до них говорив, тобто, до народу. Анатол кричал, голос Божий, не людский. Голос Божий, не людский. И Божий ангел, яку уразил Геннадська, повинен віддав славу Богови. И черва Его з'їла, и Він помер. Так, друзья, то, когда мы Богу славу не отдаемо, то тогда з'идают черва. Такие, друзья. И когда страна Богу славу не отдаемо, и тогда эта коррупция з'идает таку краю, друзья. Мы это бачим в нашем жизни. Бачим в действии Божьего Слова. Божье Слово, оно действие и правдивое. И очень полезно, друзья. Его читать, и особенно над Божьим Словом размирковывать. Очень полезно, друзья. Боже Слово, оно силивает, оно имеет в себе силу. Оно силивает, оно очищает, оно дает мудрость и понимание. То есть очень важно Божье Слово читать и над этим размирковывать. Слава Господу, друзья, если с Богом примуритеся, когда вы щиро до Бога обернетеся, то покаяйтесь о ваших грехах. Через такие слова. Господь, я людина грешная, якаюсь, прости мои грехи. Увидимое сердце Духом Святым, а мой мой своей святой кровью, дух душой тело, то будь моим Богом и спасителем, ими я вся сына и Духа Святого. Аминь. Через такие простые слова, друзья, но надо сказать их щиро. Вечеря его сердце, то есть каждое слово, чтобы оно проходило через сердце. Это очень важно при Бога вернении, особенно сейчас, когда нужно молиться, чтобы Господь нашу победу прискорил. И это Богоможливо, друзья, потому что мы видим дие Божьей благодати, поддержки нашей страны, большими странами, друзья, поддержки воинской, финансовой, гуманитарной та іншими засобами. А когда мы молимся разом, тогда мы напомнимо молотовные чаши, и Господь сможет будет нашу перемогу прискорить. Господь нас возлюбил, друзья, Вин всю любовь доказал на кресте Голгофе. Також в истории нашей Украины это також протыковывается, друзья, слава Господу. И мы бачим эти дии Божьего, Божьего Руки, Божьего Духа в нашей истории, в истории этих землет и стран. Вы помните, когда было крепостное право, когда был цар, когда были крепостные, а потом был час. полон коммунизма. Когда пришли большевики, купили царя, накопили владу, друзья, и был полон 70 роков коммунизма. Мало хотим за допомогу Божьей благодати. этот полон был сруйнован. И так же мы, Украина, получили независимость. Слава Господу за это. Но потом мы это також почистили свой парламент от партии от коммунистов, социалистов. Но потом после Майдана у нас было очищение земли от век идолев это коленина, друзья, земля очистилась. Слава Господу за это. Сейчас очищение наших сердцей. Слава Господу за это. И мы видим это в Божьем слове. Божьем Господу что я не поверю спать, если все сделал, я девчон не виноват, я не заслужил, кто моего любит меня. Я уверен в Божьем Божьем слово, друзья, я буду читать сейчас слово. В книге приповисти Соломоновых 28 розділ, 28 вірш. Когда поднимаются люди безбожені, люди не хаваются. То когда поднимаются люди безбожені, то люди хаваются. И мы это видим. Это слово в нашем жизни. Когда поднимаются люди безбожені в России, то мы хаваемся в супом басховищах, переходах в педземниках. Это слово дие, оно правдиво. Слава Господу. То когда поднимаются люди безбожені, то люди ховаются. Слава Господу, друзья, слава Жду Христу. Мы видим дие Божьего Слова в жизни нашей Украины и других стран. А когда люди падают, безбожники, то хорошо. Друзья, будем мать понимание у всех важелях. То наше сердце впливает наше життя. То, что в нашем сердце, это впливает очень сильно, друзья. Когда у нас зло в сердцах, тогда у нас так же зло в диях. А когда у нас в сердцах добро, Богу угодно, то тогда мы отримываем благословение, друзья. То будем мудрыми в своем жизни, в своем сердце. Мы отримываем Божие законы, Божую мудрость и Божую благодать. Господь нам даёт благодать, друзья. Мы видим действие благодать. Он дав нам дух перемоги, друзья. Дав нам благодать на перемогу. Мы видим действие благодать поддержки нашей Украины и другими странами. поддержку воинскую, финансовую, гуманитарную. Это есть. Это действие Божого Духа, Божую любовь до нас, который доказал на кресте Голгофа, взявши все наши грехи на себе. Он помер. Один третий воскрес, вознесся на небо, звук похвал на Духа Святого. Дух Святи сейчас с нами, его силы не скоротились. И у нас Господь дает свободу избавления от наркотиков, алкоголя, курива, от спернасловия, от лайков, порнографии, маризма, от всякого и всякого зависимости. Також сила Божия не скоротилась давать силы от хворобов, только надо обратиться к Богу. вечерого сердца. Когда мы вечерого сердца до Бога вернемся, то Господь чует. А когда мы скажем в самом дне, а наше сердце десь подаль, то Господь не чует. А сейчас нужно молиться, друзья, быть щирыми. что такое слово показал Черчин, что бывают часы, когда молятся все. Такие часы бывают. И мы все видели такие часы в нашей истории. Слава Господу! Господу! Я уверен в том, что я не пойду в вас. Иисус все сделал, я ни в чем не виноват. Я не заслушал, просто мой Бог любит меня. Слава Господу, церковь подяка. Меня зовут Евген, я пастор церковь подяка, земной брат Виктор, заранее служим на троещине, на площадку троещины, друзья. Мы служим в Украине, в Киеве, служим в Кении, в Африце, на Филиппинах, на странах океана, друзья. Церковь подяка. Загляд пастор из Божьего Слова, зараз очень важно нам молиться до Бога обратиться. Еще скажем про Божье Слово. Я буду казаться Слово от Евангелия, от Патфея, 7 главы, самоверша. Это прямая промова нашего Господа Иисуса Христа. Она сейчас называется Нагорная проповедь. Это ее консивка. Господь говорит, просите, и будет вам дано. Шукаете и найдете, стукайте и вычинят вам. Потому что просит одержу, кто шукает и находит, а кто стукает и вычинит ему. Слышите среду вас есть человек, кто подает ему сыновь камень, когда хлеба просит ему или когда рыбе просит ему подает ему гадану. Тоже как вы, бывшие злые, потрапите добрые дары своим датам давать, сколько больше отец ваш небес подает брат тем, кто просит ему в него. Тоже все, чего только желаете, чтобы вычинили люди, то он нам предлагает он просит он у нас уверен что будет вам дано он говорит что шикайте и уверен что найдете он говорит что и учинит вам потому кто просит одержи кто шукает и находить а кто стукает против тему то нас Господь у этого уверен что когда мы будем вертаться то тогда будет нам доброе и господь мое божание нам и поветов и чтобы его божил до нас и мы бачим у уритках нижче тишь то средь вас и люди наши подастся мы сынове каменя колы хлеба просит на вину а пока лари вы просит и метапа даст ему гадану то вся книгу шизни потратить добрый дарит суммите вдаваться скинки пишетесь ваше небесное подать добра тем кто просит ему в него только мы бачим и души шо че боже сердце в написании батькинске чтобы божили был до нас и эти любовь до нас уже господь нам явил и доказал на кресте голгофы взявшись и наши грехи на себе он помер один третий воскресли вознесся на небо звитки пославши до нас духа святого дух святый зараз нами его сила не скоротилась и у нас сейчас господь дает свободу от наркотика курьева порнографии анонизма лезбиянства гомосексуализма корупсии лайки сквернословия куриня алкоголя без всякой залежности дух святой звильнюет сила божия звильню також сила божия не скоротилась давать исчезнение от хвороб и к тебе надо вога вертаться до божих людей будьте чири его сердце то тут уже важливо с богом приморитись а то будет попереду великий суд друзей господь будет судить и все людство завчинки кто с богом приморился духа святого сердца отримал кто будет с ним в вечности а кто больше разлюбил неправду коррупцию разграть то будет в пекле а не господь божает чтобы все были с ним чтобы никто до пекла не потрапил из этого возможно минуты через такие слова господь я льду не грешно я каюсь прости мои грехи уведу мое сердце духом святым а мой меня своей святою кровью дух душой тило та будь моим богом и спасителем вим'яться а сына та духа святого аминь вот такие слова друзей дуже прості кажучи але треба показать их вечерого сердца тобто чтобы каждое слово оно через сердце проходило теки таки господь чуя поколение кажемо 100 мятне а сердце нас десь подоль то таки господь не чует это лукавство это не щиристь друзей треба цього подбавляться особенно когда надо молиться за нашу перемогу чтобы ее прискорить мы будем молиться до господа то тогда будут молотовные чаши наполниваться и это божебожане таки божебожане азарас пока хоть бачит наши сердца ваших почитав народ бы нам е учебу каетесь у коррупции и парадах резного весны возле такие в нашей краине чем и мало богу славу воздаем а друзей воды масса украине а бога вини цены порядок друзей слова господу слава богу я смилую господь нас друзей это не читаешь читаю божье слово не кожен то каже до мене господи господи увяди сердце небесно але то хто виконує волю моего отца що на небе багато хто скажет мне такого дня господи господи хіба мене имбянти им пророкували хіба не имбян твоим демонем выгоняли або не имбян твоим чудо великое творили и я мегалошую тоди и наколи не знал вас выйдите от меня в течение беззакония то тут ключевое друзья что треба виконувати волю небесного отца а чтобы ее выполнить треба и дизнатись эту волю друзья это возможно когда мы с богом примиримся тогда господь нам лечения свою волю в нашем сердце и когда мы идем по життю сгідно Божией волею тогда мы будуем свое життя на камене и мы бачим у рядках нижче отож кожен то слухает своих мыслей и выконы их поддельно до человека разумного 6 дизвитова на камене и на луна злива и жулись речки буря снялась и на дима то кинулась да не впав бо на камене будет основаны амин друзьи тобто коли мы отримали у господа божеволю для нашего життя и мы бачим и також эту волю у твоей и наше предприятие наших талантах друзьи когда мы будем життя и дима оскорбля Божией воли тогда мы будем его на камене и навпаки а кожен кто слушает этих мыслей и их не выполняет поддельно до человека такого необычного что святый сгодовал на песку и линула злива и линулись речки буря снялась и на дима то кинулась и он упал и велика была троина его так друзья так и бывает когда приходит как-то лихо в життя люди так и бывает что и дух сломается и вона и вона навыть роби себе самогубство так и бывает друзья а когда люди надо бога вернулася то то господь бы в змозе и укрепить и дух и руки укрепить и даты и мудрець и понимание и обставинах и выйти из этого то есть то есть нужно свои руки не пускать и про это говорит Господь что просите и будет вам дано он нас запевнив до нас вертается шукайте и запевнив что и найдете он говорит у нас стукайте и запевнив что вычинят вам потому что просит что держит то шука и знаходит авто стука и причине тему так люди бо в чем обожили волна венцией любовь у явил и за любовь зараз дия в благодати до нашей краины от утримки нашей украины військовой финансово гуманитарной трубы треба те ценоватый я коты за все вопланы а что было боковой дякуваты это же важлива особо озаром трудно молотиться щиро через сердце аминь друзьи слава господу это только подяка друзей только подяка не звати пастор евген земной брат виктор брат олег також господу только помазание для божьего евангелия макаргоним друзьям велика божородина по всему свите вы також можете стать ее частиною через перебирание с богом господи и в в и и и и и мы Слава Иисусу Шесту. Бог так полюбив світ, що Сина віддав свого єдинородного. Ісуса Христа за кожний наш гріх, за всі наші беззаконні. Ісус Христос тілом забрав гріхи всього світу і пригвоздив на древо. Щоб ми, люди, відвернулись від гріха і жили для праведності. Бо всі ми, люди, согрешили і лишилися слави Божої. І покарання за гріх – це смерть, це вічні мучення нашої душі у пеклі. Але, люди, сьогодні радісна звістка для кожної з нас. Ісус Христос помер за наші гріхи, за наші погані вчинки і воскрес наше оправдання. І Слово Боже каже, що хто вірує в Ісуса Христа, тей приобретє безцінний дарце спасіння своєї душі. Не ділами, а вірою в Ісуса Христа. Ви можете бути доброю людиною, робити добрі речі, але не вірити в Ісуса Христа. Віра підкреслюється ділами. І Бог хоче, щоб кожна людина не загинула, але приобрела спасіння своєї душі. Бо вже наближається друге пришестя Ісуса Христа. Першого разу Ісус Христос прийшов і поніс всі наші гріхи, пострадав за нас, щоб ми були спасені, вірувавши в Нього. Але другого разу Він прийде судити світ. І якщо, люди, ми будемо не на Його стороні, якщо ми будемо поклонятися другим якимось Богам земним, то, на жаль, ми не війдемо у Царство Небесне, приготоване Батьком Небесним. Тому що Слово Боже каже, що хто буде слухати Ісуса Христа заповіді Його, і вірити в Того, хто послав Його сюди на землю, те й перейде від смерті до життя і приобрите Царство Небесне, уготоване Батьком нашим Небесним. Люди, що таке земне життя? Це пара, приходяща на малий час і раптово зникаюча. Кожен з нас може як пара зникнути з цієї грішної землі. Але, дорогі друже, почуй мене зараз, що віра в Ісуса Христа спасе тебе, утвердить тебе у Царстві, приготованному Батьком Небесним на небі. Тому що одного разу людині суждено було родитись, померти, а потім суд. Ніхто не втече від Божого судилища. Але коли ти будеш слухати заповіді Ісуса Христа, і вірити в Того, хто послав Його Бога Отця, ти перейдеш від смерті до життя і будеш мати життя вічне. Це саме головне, люди, щоб нам забронювати себе, свою душу на небі. Тому що скоро все закінчиться. Написано, що День Господній прийде раптово, як тать вночі, як злодій вночі. Це говориться про те, що людина може згубити все. Все може згубити в одну хвильку. Може бути казково багата людина тут на землі, але коли прийде Божий день, то вона буде нога бідна і сліпа. Тому що в серці вона не мала Бога. Люди, це дуже важливо. Зараз час, у ці нелегкі часи укріплятися молитвою, Словом Божим. Таким чином ми до серця призиваємо Ісуса Христа. Кого призавести ми і будеш. Знаєте, багато людей, що займаються окультізмом, шаманством, і вони призивають нечистих духів, і вони ходять. Особливо молодь, вона сидить в інтернеті, і грається там якісь такі неправдиві ігри, і тим паче вона приобретає собі ганьбу. Бог за смієний люди не буває, що людина посіє, то вона обов'язково і пожнеє. І якщо ти, дорогий друг, сьогодні сієш вітер в житті, обов'язково ти зустрінеш бурю, яка тебе просто знесе із землі. І наш рух, Ісус Надія для людства, також церква, подяка, пропонує кожній людині примирити сьогодні з Богом. Сьогодні великі люди свято, день примирення з нашим Господом Ісусом Христом, який поніс всі наші гріхи, всі наші хвороби на хрест, помер за наші гріхи, воскрес, наше оправдання. І тут багато нічого не треба думати і робити. Треба увірувати в того, хто помер за тебе, дорогий друг. Помер, і воскрес твоє оправдання. Слово Боже каже, що хто увірує в Хрест, це буде спасений. І це є так, тому що тільки віра в Ісуса Христа спасає нас від гріха. Якщо ти будеш вірою ходити в Бога, то ти будеш віддалятись від гріха. Гріхи самі собі відпадуть. Я хочу засвідчити, в минулому я великий грішник, наркоман з великим терміном вживання наркотиків. Житті ніс одні прокляття. І коли я хотів поміняти своє життя, на жаль, мені не вдавалося. І до тих пір, поки я не воззвав до Бога. І Бог пішов мені на зустріч. І зараз я стою перед вами здрав. І річ моя не в якійся людській мудрості. То чому я знаю, що високо в людей тим мерзість перед Богом? А я в силі і дусі, що тут Господа Бога на мені. Він мене побуждає говорити людям щиру правду. Правду Божю. Тому що правда тільки у Бога вона працює. Що віра в Ісуса Христа звільняє людей і від наркотиків, і від алкоголя. А саме головне, вона дає життя вічне. Тому що і Христос прийшов по мери воскрес. Христос воскрес, боїся на воскрес. За наші, за наші мертві діла. Він воскрес, щоб ми вірувавши, ми з ним разом і воскресли. Якщо хто ще не приймав водне хрещення, то ми вас запрошуємо. Приєднуйтеся до нас, ми можемо провести цю богослужіння, цю церемонію. Знаєте, одно що, коли людина погружається в воду, вона помирає до минулого життя. І коли підіймається з води, вона воскрешає для майбутньої, для вічності, як сказати. Слово Боже каже, що ніхто не вийде в Царство Небесне, якщо не буде народжений від Духа і води. І ми вам радимо, дорогі друзі, прийняти водне хрещення, увірувати в Ісуса Христа, молитися в душі, в єдинстві, збиратися в свої общини, не сидіти, не пити пиво, бо це все позволітельно, але не все, люди, воно корисне. Воно не корисне. І що не корисне, ти вредиш своєму тілу, своєму храму Духа Святого. Якщо ти говориш, що в тебе є живе Бог, у душі, як кажуть, у серці, то і ти ж водуй його духом, а не якимись плутськими стихами. І хочу засвідчити, що князь світу цього, він дьявол, він осуджений люди, він жде, чекає своєї участі в генеї огніної, в озері огніної, але він тягне, останнім часом тягне людей, особливо молодь і люди, по недостатку знання вони ведуться цим тіхам. Тому що дьявол – це не чорт якийсь рагатий, а це є наркотики, алкоголь, порнографія, наркоманія, ідолопоклонство. Це все є тей самий дьявол, який тягне кожну людину до пекла. І люди по недостатку знання вони ведуться, особливо молодь сидить в інтернеті, і доходить так, що є і суїцид, і різні вбивства, тому що їм вже починає керувати дух нечистий. Розумієте? Це дуже серйозні речі. Може ви знаєте, є у сусідів, чи у вас є діти, які залежні від наркотиків, алкоголю. Це дуже погано. Але знаєте одно, що дьявол прийшов украсти, вбити і згубити душу людську. Але Бог прийшов, Ісус Христос, щоб було у тебе благо. І він прийшов спасти тебе. І сьогодні, люди, велике свято, день примирення з нашим Господом, Ісусом Христом. З тим Богом, який він є живий. Він єдиний Бог. Він є наш Спаситель, Ісус Христос. Чому Ісус Христос? Тому чому не Будда, чому не Кришна, чому не Мухаммед? Вони були прості люди. А Ісус, він є Бог живий. Він був, він є люди. І він гляде вже. Вже він крокує. Він сказав, що останні часи будуть на землі, по всій землі будуть, не тільки на Україні. Це воно все пройде. Будуть війни, землетруси, буде голод. Але він сказав, не вгашайтесь, люди, укріпляйтесь вірою в Бога. Починайте молитися, призивати Боже Слово. Тому що, Боже Слово каже, тьма покриє землю, а мрак народи. А над тобою вірувавшого в Бога восіяє Господь. Тому що, в кого ти будеш вірувати, з тим ти будеш і перебувати. Що призиваєш, з тим і перебуваєш. І наш рух, Ісус надє для людства, а часті церква подяка, запрошує вас на служіння, яке проходить в понеділях, ділях, приходи, для спілкування. Якщо хто має якусь біль, прямо зараз, ми іменем Ісуса Христа руйнуємо всі плани дьявола і виступаємо проти всякої хвороби, яка зараз полонить людей. І ми говоримо, Слово Боже каже, що зв'яжете тут на землі, то буде зв'язано на небе. Ми зв'язуємо тут кожну хворобу, кожну залежність, і відцікаємо, проганяємо її в ім'я Ісуса Христа від людей прочь. І дух, господарюючи у повітрі, який полонить розум людей, ми його випроводжуємо з розуму людей. Прямо зараз в ім'я Ісуса Христа і проголошуємо, що дух Господа Бога, він тут, шихіна Божа тут, а де дух Господній, там свобода, там воля люди. І хто призовею Духа Святого, ти звільниться від любого іга гріха. Я хочу засвідчити, минулому я великий грішник, наркоман з великим терміном вживання наркотиків, алкоголю, життєніс одній прокляття. І коли я хотів змінити своє життя, мені не вдавалося, я не міг, у мене не було сили, я не знав, що робити. Тому що залежність пази мене полонила. Ну, коли я возив до Бога, то Бог дав мені силу, дав мені благодать і дав мені віру, віру в майбутнє, що після цього життя земного, тимчасового, я буду наслідувати Бога Небесу. Тому що я вірю в того, хто помер за мене і воскрес моє оправдання. І Слово Боже каже, хто вірує Христі, це буде спасенний. Увіруй, дорогий друг, поки є час, бо що таке земне життя, це пара, приходяща на малий час і раптово зникаюча. Кожен з нас може як пара зникнути. Багато моїх друзів, знайомих, зараз немає з нами, тому що ця війна гідка забрала їх. Ніхто не знав, що буде таке лихо, але воно прийшло. Але ми не вгашаємось, ми ще більше збираємось. Ми допомагаємо на фронті, ми допомагаємо людям, які живуть в окупованих містах. Ми їздимо туди, в Харків ось недавно їздили, в Чугуїв. І ми говоримо Слово Боже. І люди, люди зараз, вони дуже, дуже впевнено приймають Ісуса Христа своїм Господом Спасителем. Тому що ніхто не знає, коли прийде День Господній. Може, Він прийде через хвилину, може, прийде через 100 років, але знає, щоб ти був готовий. Тому що для мене, для тебе День Господній прийде раптово. І якщо написано в Божому Писанні, що прийде як тать, як злодій вночі, і ти можеш в любу хвилину згубити все. Що толку, якщо ти пів світу приобретеш, а тушу свою згубиш? Люди, це дуже серйозні речі. Раптом був і худ козник, і все. А якщо ти був без Бога і лишив цю грішну землю, ти ніколи не підеш до Бога. Батюшка, царство небесне вже не відволить. Це брехня сатани. Якщо людина тут щиро не прийме Ісуса Христа, не зізнається у своїх помилках. Тому що всі ми до жодного согрішили. І лишили слави Божої. І покарання за гріх – це смерть. Це вічні мучення нашої душі в пеклі. Але знаєте, сьогодні, в сьогодні є радісна свістка для кожного киянина і його столиці. Віра в Ісуса Христа рятує від гріха. Вона відділяє нас від вічної розлуки з Богом. Знаєте, одно що, вічна розлука з Богом – це смерть. Це смерть вічності. Це вічні мучення нашої душі в пеклі. Увірує Христи і буде спасений. Люди, останні часи. І Бог всі ми повсюду повеліває покаяти. Це значить змінити мислення. Жити по-іншому. І тоді прийде благодать. І якщо хоче, щоб навколо нас що змінилося, треба мінятися нам самим. І з'єднуватися. Тусі ми єдини. Ми непереможні. Слава Ісусу Христу, хай живе Україна. Слава всьому тим, хто під Ісусом Христом і Богом Всемогутнім. Амин. Тобто дуже важливо до Бога обертатися, молитися. Коли ми бажаємо, щоб був мир, злагода, щоб ми мали в Україні процвітання, фінансове, життєве, то треба молитися до Господа. Обертатися. Обертатися, слава Господу. Молитися. Молитися, щоб Господь прискорив перемогу цю. Ми ж пам'ятаємо, що уроки до війни, коли Господь, тобто ми жили, була корупція, і вона ніколи не ділася. І також ми, ми багата країна, але ми не можемо користуватись своїми надрами. Бо до вартості видобатку. Тобто треба до Бога обертатися, щоб Господь це зробив, щоб дав нам злагоду, дав нам перемогу, прискорив її. Це дуже важливо. Для Бога обертатися від широкого серця, пропускати це через своє серце. кожне слово до Господа. Бо коли ми кажемо, що там одне, друзі, а серце наше в іншому місці, то такий Господь не чує. Будемо щирими, друзі, перед Богом. Ми також жили, як колись, своїм життям, але Господь до нас прийшов, в наше серце постучався, ми його прийняли, друзі, перевірили. Я дуже радий, що як одного часу з Господом приварився, Духа Святого отримав, я отримав інше життя. Я дуже радий цьому. Я про це світу, що дуже добре, бо Дух Святи дає свободу, для Духа Святого людина отримає радість. Боже, наш, по-нову, Дію Божого Духа, Боже, сили в вашому житті. Дуже важливі у вас, дружі, отримати це громадянство, небесне, з Богом примиритися. Далого, Господи, дружі, звати Євгенду, з Євпаса, скільки подяка, земной брат Віктор, брат Олег, скільки помазання. Ми збираємось кожну недію, шості, вечора, на Бресі, базака 63, це наприклад Сітроєщини, у шості вечора, також у сьоми вечора на нас прямий ефір, на Фейсбуці, є також тарінка на Ютубі, друзі, заходьте, Бог вас любить, друзі, також ми молимось прямо на вулиці, засілення, залиши Тебе обславлені. Користуйтесь нашим, друзі, слава Господу. Аліалуя, Ти наша скляна, Ти запись наш, Ти фортеція наша. Благодаря. 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 Привіт, отхайся на дитинське форту. Дякую. А ви де збираєтесь? Базяка 63. А как? Базяка 63. Базяка 63. 63. Це ваше медіто? Мunchень та віде 6 вечера. Базяка 63. А в GDPR 4? Мacas Touch Bardi. Дякую. А це дужеさєю effе. Блазаха 84. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо!